Итоги прямой линии с президентом Ядексом. Гордимся, у кого маленькие зарплаты, не сердитесь. В больницах у нас очередей, конечно же, нет. Убедились в этом, когда пообщались с людьми из очереди. Белух мы, конечно же, отпустим. А банда патриотов Единой России – это вовсе не банда, это зрелые люди, укрепляющие свою страну. Руководители госкомпании действительно много получают. И Путин это тоже иногда цепляет. Кроме того, он чувствует личную ответственность за бывшего полковника Захарченко и ему подобных. Экономистов почистили. Из УПГ-90-х остался один только Кудрин. Статью 228, несмотря на дело Голунова, смягчать не будут. Оскорблять ласть можно, но злоупотреблять этим не стоит. Спецслужбы, как ни странно, вообще ни при чем. Ограничений в интернете, несмотря на принятые законы, нет и не будет. Да и союзниками мы не торгуем. А Зеленский, на удивление, оказался талантливым человеком. Ну и еще мы узнали о том, что все девушки красивые и где самая вкусная шаурма. Но самое главное, Путин говорит, что еще не надоело ему быть президентом. И потому народ до сих пор звонит, пишет, снимает ему видеоприветы. А самых ярких из них как раз наша сегодняшняя программа. Мы покажем все то, что не решились и побоялись показать на прямой линии. Как готовилась эта самая прямая линия, узнаете прямо сейчас. Итак, поехали. Пожалуй, самое яркое обращение было записано на митинге коммунистов в Вологде. Вот оно. Здравствуйте, господин президент. Извините, но уважаемым вас назвать не могу и не хочу. Можете ответить, куда вы ведете нашу страну? Судя по количеству попов, старое русское название нынешних так называемых священнослужителей на нашем ТВ, строительство сотен новых храмов, открытие новых семинарий ведете прямо в Средневековье. Мне идет 77-й год. Из них я 54 года прожила на севере. 40 лет в красивейшей Инте под Воркутой, которая превратилась за годы вашей руководства страной. Медведев тоже внес свою лепту в постоянную ссылку для тех, кто не смог получить жилье по программе переселения из районов Крайнего Севера. И вынужден доживать свой век там, где когда-то было шесть шаг. ДОС, РМЗ, огромная птицефабрика и другие предприятия, которые все пошли под нож. Население было 70 тысяч, а осталось около 28. Вот это один из итогов вашего мудрого руководства. Не стыдно и горько за страну, когда родители через экран ТВ просят милости, но для лечения своих деток в то время, когда количество миллиардеров растет в геометрической прогрессии. Еще одно обращение к президенту, тоже без слова уважаемый, поступило из Архангельской области, где Артем Чайка, сын генпрокурора России Юрия Чайки, строил мусорный полигон. Да такой, что могла вся тайга помереть. Это привело к настоящим боестолкновениям местных жителей с ЧОПом, нанятым сыном руководителя надзорного ведомства. А накануне в регион ввели даже войска национальной гвардии. В областной центр прибыл минимум один полк. И тогда доведенные до отчаяния люди записали видеообращение. Вот фрагмент. К вам обращаются жители двух регионов. Архангельской области и республики Коми. Мы, простые жители русского севера, уже достаточно и понятно сказали, не быть русскому северу помойкой. Мы не хотим, чтобы наш зеленый регион имел метку российской свалки. И не позволим его загадить. Власти города Москвы и Архангельской области полностью извратили суть проходящей в стране реформы в сфере отходов. Вместо уменьшения образования отходов и их раздельного сбора строятся новые полигоны. В частности, самый крупный в Европе на болотах станции ШИЭС. Это, конечно, поразительно, но сразу после того, как видео набрало популярность в интернете, со станции ШИЭС начали вывозить строительную технику. Так спешили все увезти до прямой линии, что даже при погрузке на платформы колеса у машин не спустили, да и саму технику не закрепили. Колеса не спущены, никак не прицеплены КАМАЗы к платформе, и вот они едут. Главное, чтобы после прямой линии СЕО не вернулось на круги своя. К слову, обращение это на прямой линии, конечно же, не показали. Более того, жителям не дали и в прямом эфире высказаться. Специально, чтобы никто из неподставных архангелогородцев в телевизор не пробился, передвижную телевизионную станцию спешно перебазировали в никому неизвестное место, как позже выяснилось, в лес аж на 40 километров от проблемного района. Еще одно видеообращение поступило из Свердловской области. Наши дома 30-х годов постройки. Дома валятся, дома брусовые, деревянные, без фундамента. Фундамент сгнил, крыши текут. Мы проживаем с маленькими детьми, мы просто боимся за их жизнь, что когда-то придавят наших детей балками, и стены расходятся у нас на 40 сантиметров. Потолки на подпорках. В 8-й квартире стоит... У нас подпорка стоит уже лет 8, если не собрать. Прямо валятся все с крыши, сколько можно делать, все бежит. Основная балка стоит на подпорке, чтобы не упал потолок на людей. В 2010-е годы дом признан аварийным. Авоз и ныне там. Сейчас 19-й год идет. Дом все больше рушится. Что нам делать, куда нам деваться? Мы просто боимся уже здесь находиться. Мы уже ходим осторожно, не можем заходить в гнилые ванны, где везде сырость, плесень, все прогнило. К кому нам обращаться? Мы обращались в администрацию города, где нам пришла очередная отписка, что нас перенесли снова на 20-й год. И хотя его тоже не показали на всю страну, оно еще до прямой линии стало хитом интернета. И чудо случилось. Следственный комитет возбудился. Уже на следующий день. Для обитателей трущоб сразу же нашли новенький, только что построенный дом. Но не всем так повезло. Жителям Москвы даже не дали записать обращение к Путину. Их разогнала полиция. Люди записывают видеообращение к президенту. Господа полицейские пришли помогать, так сказать. Уважаемый гаджер, отходите. Обошарки согласовывают только нестолькие власти. А мы обучаем, говорим, что не обращаем. Уважаемый гаджер, наш гаджер, мы сегодня не согласовываем только нестолькие власти. Кучи не повеземене, мы поймем, что не обращаем. А пенсионерка из города Зеленодольск, что в Татарстане, попыталась воспользоваться своим конституционным правом и выступить на митинге. Нашим домам уже более 100 лет. Они исторические Российской Федерации. В данный момент нас горим. С 29 мая буквально несколько дней и сгорело 6 домов. Нас полностью поджигают и днем, и вечером. Конца и края нет. Сегодня меня вызывали в прокуратуру. Я думала, меня вызвали по поводу пожара. Оказалось, абсолютно другой вопрос. 1 мая я ездила в город Зеленодольск на митинг. В город Казань на митинг. Там я, конечно, выступала за свой город, за наших аварийщиков. Были разные вопросы. И когда проходил митинг, я, конечно, негативно сказала о Владимире Владимировичу Путине, что он не занимается нашим городом. Все дело в том, если вы не поняли, что она живет в том районе, где власти города и республики хотят построить так называемую историческую зону для туристов. Пенсионерам, обитателям домов в этом квартале, предложили смехотворные компенсации. Тех, кто не взял, теперь просто жгут. Теперь женщине грозит еще и уголовное преследование за оскорбление власти. Сколько можно, россияне и вообще другой народ, люди добрые, помогите нам, заживо горим. И без того всем понятно, что наши правоохранители могут разгонять и привлекать к ответственности, ну разве что только пенсионеров и детей. А вот следующий несанкционерный митинг прошел почему-то без их вмешательства. Мы ничего делаем! Мы ничего делаем! Мы ничего делаем! Мы ничего! Ты делай! Иди, ты делай! Я тебя скажу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Киселевск в Кемеровской области вас приглашаем. Мы уже показывали, как 100 семей проживающих там записали видеообращение. Но уже не к нашему главе, к нашему бесполезно, а к канадскому. Они попросили убежища решиться на такой шаг – покинуть родину. Так вот сделать это их заставили невыносимые условия жизни, которые им создал карьер скандально известного холдингу ГМК и полное нежелание местных властей услышать людей, попавших в беду. К слову, власти Канады ответили им – рассматривать вопросы миграции будут в индивидуальном порядке. Это означает, что такой законодательной нормы в Канаде нет, но решения все же найдут. К слову, тотчас же на место событий примчался и местный губер Цивилев. Он сначала пообещал всех переселить, но уже на следующий день он осмелел и начал вещать с трибуны что-то весьма странное. Это он про обращение и реакцию министра иммиграции Канады. Официальное сообщение дипломатов для него – пустой звук. Ну а чё? Чёп владельца карьера разберется? Тем более соответствующее отношение к заявителям уже сформировано. Ну и интересно. Дискредитировали Кузбасс, дискредитировали Российскую Федерацию. Они сработали не на конструкции, они сработали на НИК. Как я должен помнить Российской Федерации? Проблема, она будет решаться. Проблема должна быть решена. Это без коммуникации. Отношение к этим людям, ну как они относятся к Кузбассу, а я переживаю за Кузбассу. Если людям наплевать на свой регион, и они всячески его дискредитируют, ну как я должен к ним относиться? Ну а как ведь всё? Короче, ссоры за сбы у нас в стране выносить нельзя. А то и предателем Родины окажешься. Если следовать логике Цивилёва, то если ты проживаешь в зоне экологического бедствия, то ни в коем случае нельзя говорить об этом. Более того, нельзя требовать привлечения виновных к ответственности. А то отношение к тебе будет соответствующее. Как он сказал. Ещё одно обращение к президенту записали оренбуржцы. Они рассказали о настоящей экологической катастрофе, вызванной деятельностью нефтяных компаний в регионе. Люди говорят, что воздух отравлен сероводородом, водоёмы тоже отравлены. Мы жители Оренбуржской области, Ташлинского района, село Волгого. Последние 2-3 года находимся под прессом нефтяной компании «Сладково-Заречная». До этого у нас была хорошая атмосфера, чистый воздух. А сейчас воздух отравлен попутными газами, сероводородом, отравлены водоёмы, реки. У меня ребёнок инвалид. Ей сейчас 36 лет. Всю жизнь, ну, все 36 лет она прожила тут, в этом селе. Ну, была бодрой девочкой, как бы сказать, хоть инвалид, но она чувствовала себя хорошо. Она немножко занималась и физически чем-то, и гуляла там, и купалась, и всё-всё-всё. Ну, как нормальный более-менее человек. Сейчас она, получается, второй год буквально, она не выходит из дома. Она задыхается сразу, падает в оморок, у неё повышается давление. Вообще, эта прямая линия, похоже, была лидером по дизлайкам. Колоссальное количество отметок «Не нравится» стоит на всех ресурсах в интернете, где транслировалось её действие. Это может говорить только о том, что формат этот безнадёжно устарел, а вкупе с колоссальной цензурой и наигранностью он резко отторгается молодёжью. Вот только доложат ли об этом президенту? Вряд ли. Ясно, что если пиарщики Путина не придумают новый формат общения, то следующая прямая линия станет катализатором новой турбулентности в стране. Никто больше не будет терпеть в эфире всех СМИ слишком уж наигранного спектакля с плохими актёрами. Сейчас есть интернет, и молодёжи там легче общаться. И если чиновники не будут общаться с молодёжью именно в их среде, то молодёжь будет общаться сама, без них. И это приведёт только к новым протестам. Вот к таким, например. И никакая изоляция, никакая цензура, никакой Роскомнадзор уже не поможет. Я прощаюсь с вами. Студия работал Евгений Анисимов. Прежде чем покинуть вас, напоминаю о том, что мы уже вторую программу подряд проводим голосование по поводу мэра-самозванца в Екатеринбурге. Пожалуйста, не поленитесь. Зайдите на сайт крикньюз.ру и проголосуйте. Если вы смотрите нас в Ютубе, то просто перейдите по ссылке в описании. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию ищите на канале Крик Ньюз. Краткую версию смотрите по субботам в 11.00 в Москве на канале «Реальная журналистика». В этот раз программа будет в воскресенье. Звоните нам в редакцию по телефону 8-343-262-79-37. Пишите нам письма, ищите в соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.